Отец широким жестом отписал часть квартиры сыну своей сожительницы. Теперь пусть к пасынку за помощью и обращается. Папа в свое время поступил очень непорядочно по отношению ко мне и маме. Решил сделать широкий жест и отписал свою часть квартиры сыну своей сожительницы. Вроде как по-мужски поступил, он живет на ее территории, но обязанным быть не хочет, поэтому вот подарок с барского плеча. Наше с мамой мнение его не интересовало. Вот пусть теперь к этому сыну и идет за помощью. Мы с родителями жили в муниципальной квартире, которую потом приватизировали на троих, меня, маму и папу. Каждому досталось по одной трети доли в двухкомнатной квартире. Я была маленькая и не заморачивалась такими вопросами. Все решали родители. До моих семи лет родители вроде бы жили хорошо, или просто я ничего не замечала из-за малого возраста. А потом папа стал реже ночевать дома, погуливать начал, ссориться с мамой. Это все продолжалось около четырех лет. Мама всеми силами пыталась сохранить семью, хотя было бы что сохранять. В конце концов родители развелись, папа собрал чемодан и ушел к другой женщине. Она была старше, у нее уже имелся сын от первого брака, ему было около 16 лет. Про алименты и какую-то другую помощь от отца я не вспоминаю. Мама была слишком гордая, чтобы просить, а папа и не предлагал. Мне было около 15 лет, когда в нашу дверь стали требовательно ломиться. На пороге был молодой парень и девушка. Мама с ними поговорила и пришла в комнату с заплаканным лицом. Оказалось, папа подарил сыну своей сожительнице свою долю в нашей квартире, и теперь новый собственник решил прийти сюда со своей молодой женой. Я не понимала, как так можно, мама тоже слабо представляла, как теперь жить. А парень сказал, что мы должны освободить одну из комнат, чтобы они там могли поселиться. Вот так внезапно мы оказались в коммуналке. Парень и его девушка вели громкий образ жизни, собирали друзей, шумели, но делали это не специально, просто им было лет по 20, самое время жить. Но нам с мамой от этого было не легче. Уроки делать было невозможно, маме поспать перед сменой тоже не удавалось. Куча непонятного народа в квартире напрягала. Когда мама спросила как-то у отца, зачем он так с нами поступил, папа даже не подумал извиниться. Парень сказал, что этот парень ему как сын родной. К тому же сам отец живет на территории своей женщины и хотел просто отплатить добром за добро. О нас он даже не думал. В итоге ту квартиру мы продали, поделив деньги согласно долям. Мы с мамой взяли себе в ипотеку двушку, оформив напополам. Чтобы помогать маме ее оплачивать, я решила повременить с учебой, устроившись работать. Мама до конца ипотеки так и не дожила. Мама не стала два года назад, а ипотеку я закрою только в следующем году, если ничего не случится. Месяц назад меня каким-то образом нашел отец, с которым мы очень долго не общались. Позвонил, пригласил встретиться. Оказалось, что со своей женщиной он разошелся уже несколько лет назад. Она его выставила с тем же чемоданом, что он когда-то забирал из нашей старой квартиры. История циклична. Отец жаловался на возраст, маленькую пенсию и большую оплату за съемную квартиру. Слушать, как он окольными путями добирается до цели встречи, мне надоело. Я спросила, что от меня нужно. Оказалось, нужна крыша над головой, а то на его пенсию жить на съемной квартире очень накладно. Я сидела и удивлялась, вот же наглость у человека. Алиментов он не платил, ничем не помогал, даже с днем рождения не поздравлял. С квартирой нас очень некрасиво кинул, а теперь пришел проситься приютить его. Во мне жалости к нему нет. Посоветовала ему идти к парню, который ему как сын родной, и которому он лично подарил свою долю квартиры. Вот пусть он ему и помогает. Для того парня папа сделал гораздо больше, чем для меня. Надеюсь, это была наша последняя встреча. На этом завершается наша жизненная история. Спасибо, что уделили ей время.